Привет, дорогие друзья! Сегодня будет у нас рубрика «Какой фильм можно посмотреть в выходной в кинотеатре?». Недавно вернулась из кино, и очень-очень мне понравился фильм военный, вызывающий эмоции, слезы на реальных событиях. Это фильм «Небо». Сейчас идет в кинотеатрах. Фильм режиссера Игоря Копылова. Снимались там прекрасные актеры Игорь Петренко, Иван Батарев, Мария Миронова и много-много других прекрасных актеров. О чем этот фильм? Фильм о недавних военных действиях в Сирии, когда подбит был русский самолет. И что случилось с пилотом, с его помощником, со вторым пилотом. И вот, скажем так, я не буду спойлерить и рассказывать, да, чем закончился фильм, что с ними случилось, кто интересуется, смотрел это и новости, и помнит, то вы знаете. А кто не смотрел, посмотрит чудесный военный фильм, вызывающий патриотизм. Фильм также о семейных отношениях, о семейных ценностях. Дети отдельно, надо сказать, что игра детей прекрасная. Обычно дети у нас хорошо, вернее, не у нас, да, как раз, играют в Америке, да. Вот, особенно в фильмах ужасов, кто смотрел, там дети изумительно играют. Но надо отдать должное, что российский фильм был на высоте. Просто на высоте. Фильм по краскам, по красочности такой. Он не мрачный, как Сталинград, а по красочности он напоминает, кто смотрел, Брестская крепость. Брестская крепость или Перл-Харбор. И спецэффекты, тоже прекрасные спецэффекты. Кому это нравится, они там присутствуют, эти спецэффекты. Все уместно. Единственное, кто у нас военный, и могут заметить небольшие несостыковки, каких не может быть в армии. Но даже, ну, это небольшие вольности такие, которые в армии, во всяком случае, в нашей российской, недопустимы. Но даже им очень понравится этот фильм. И им, и невоенизированным людям. Всем-всем, кто способен сопереживать. Эмпат, и даже можно смотреть с подростками, да, чтобы развить в них патриотизм к нашей стране. Фильм можно отнести к тяжелым. К тяжелым, так как, ну, вызывающий он слезы, даже слезы. Поэтому смотрите сами, идти вам на этот фильм или нет. Но я однозначно его рекомендую к просмотру. Всем удачи, пока. До новых встреч. В следующей рубрике мы, наверное, будем разбирать либо психологические темы, либо наши любимые биодобавки, с помощью которых можно прибавить здоровье и омолодиться. Всем пока.